Включать отопление будут строго по правилу, а потому призывают терпеть. От хировчан начали поступать жалобы на холод в домах. На просьбы отреагировали в КТК. Ждали газа почти 20 лет, дождались, но оказались в каменном веке. Сегодня активисты Общероссийского народного фронта подключились к проблеме жителей целой деревни Югрино, которая готовит еду на костре и предстоящей зимы боятся не на шутку. Заболеваемость увеличилась почти в два раза. В Роспотребнадзоре озвучили прогноз по развитию ОРВИ в Кирове и по сезону гриппа, которые в этом году будут сопровождать одновременно три штамма вируса. Когда мой ребенок в следующем году, как нам обещают, в августе месяце пойдет в садик, ей будет 3 и 7. О какой демографии мы можем разговаривать вообще? Очень эмоциональное выступление, потому что ждать просто-напросто устали. Родители детей, которым садики достаются далеко не в три года или за десяток километров от дома, встретились с первыми лицами города, чтобы обсудить, как решать проблему нехватки мест в детских садах. Десять российских городов покажут свои лучшие спектакли, а еще гости из Франции с уникальной постановкой «Без слов». Сегодня в Кирове стартовал международный фестиваль театров кукол «Вятка. Город детства». О событиях среды 19 сентября расскажет информационный канал «Город» в студии Артем Миронов. Здравствуйте! Включать отопление будут строго по правилу, поэтому призывают потерпеть. От Кировчан начали поступать жалобы на холод в домах. На просьбы включить отопление не только в соцобъектах, но и в многоквартирных домах ответили в КТК. Чтобы начать отопительный сезон во всем городе, в КТК ждут, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет ниже плюс 8 на протяжении 5 дней. А вот чтобы нагреть трубы в соцобъектах, коммунальщикам было достаточно приказа из город-администрации. По информации КТК, на сегодняшний день отопление уже подключили в инфекционной больнице, перинатальном центре и нескольких детских садах. Заявки от руководителей учреждений поступают коммунальщикам ежедневно. Последние стараются подать тепло быстро, как это положено по закону. Сегодня же в социальных сетях посыпались жалобы от Кировчан на холод в домах, так как на улице ощутимо похолодало. В КТК вспомнили про правила 5 холодных дней. Что касается жилфонда, то сейчас пока среднесуточная температура выше 8 градусов держится, ну не было, по крайней мере, такого, чтобы в сутки уже опускалось ниже 8. Поэтому даже если сейчас начать включать тепло, то с одной стороны люди будут платить за это, да, а с другой стороны будет перетоп и будут форточки выпускать это излишнее тепло. Может быть, стоит немножко еще там потерпеть. Судя по прогнозу погоды, потерпеть придется. В сегодняшних прогнозах ближайшую холодную пятидневку синоптики обещают только через две недели. Ориентировочно тогда специалисты КТК получат постановление администрации о старте отопительного сезона и будут вынуждены включить отопление во всех кировских домах. Еще сложнее и холоднее сейчас жителям деревни Югрино. Люди ждали газа почти 20 лет, дождались, но вот уже 3,5 месяца готовят еду на костре, как в каменном веке, потому что газ куда-то пропал. Ситуация сложнее от холодной погоды и то, что зима не за горами. Сегодня активисты Общероссийского народного фронта подключились к проблеме. Подробности в сюжете. Ко всем домам на улице новый газ провели еще в 2017 году, но с топливом сразу возникли проблемы весной 2018. Газовщики попытались все решить, но по факту взяли и отключили от газоснабжения целую улицу. Это собакам варится, курицам и собакам. И вот все лето все яблони закоптились. Бедный сосед у меня дыма, наверное, задыхается, когда ветер весь дым к нему. Та улица с газом сидит, да, а мы вот без газа. Тоже и внуки, и дети маленькие вот у нас. Как вот готовить для детей, для маленьких? Каждый день Татьяна вынуждена готовить еду своей семье и домашним животным на костре. Говорит, вся улица новая в деревне Югрино выживает, как первобытные люди, уже три с половиной месяца. В домах с приходом осени стало холодно, а отапливать их нечем. Старая печь многие убрали из домов, как только сюда привели газ. Получается, все жители новой оказались заложниками ситуации. Нет ни печей, ни газа. Примечательно, что даже администрация после обращения помочь, как утверждает, не может. Когда мы стали уже просто звонить туда-сюда, в газовый участок, в городскую администрацию, и везде отвечали, что вот, через два месяца включат, но через месяц стали опять говорить, что, значит, сети ваши не приняты службой Кировгаз распределения. Это надо у них спросить, как у нас чиновники работают. Три с половиной месяца решают один вопрос. О том, что вопрос решен, жители глубоко сомневаются и после того, как к проблеме подключились активисты Общероссийского народного фронта. Им удалось выяснить, что газ в деревне отключили из-за того, что администрация города не может заключить договор на обслуживание газопровода. Но почему так долго не может, непонятно. Этот вопрос для нас пока остается загадкой. То есть мы сейчас готовим свое обращение в администрацию города Кирова, а также в надзорные органы, и побудить администрацию заключить договор и дать людям газ, дать возможность людям получить тепло в их домах. Активисты Общероссийского народного фронта собираются подготовить официальное обращение уже до конца этой недели. Если же администрация отреагирует быстро, есть вероятность, что жителям Югрино мерзнуть останется недолго. Но это не точно. Артем Паникоровский, Артем Миронов, Никита Рябенков, информационный канал «Город». Заболеваемость увеличилась почти в два раза за одну неделю и сохраняется тенденция к дальнейшему росту. В Роспотребнадзоре продолжают следить за распространением в Кирове острых респираторных вирусных инфекций. И сделали прогноз на сезон гриппа, который начнется в ноябре. Пока же в Кирове наблюдается стремительный рост заболеваемости ОРВИ. Специалисты говорят, что это характерно для сентября. За прошлую неделю зарегистрировано больше 5000 заболевших, а неделей ранее их было 3000. В ведомстве подъем заболеваемости связывают с началом учебного года. И очаги заболеваемости сейчас – это в основном образовательное учреждение. Но период интенсивного распространения теперь должен закончиться. Кстати, из сезона гриппа в этом году кировские специалисты ожидают, что называется, обычным. То есть отсутствуют какие-либо серьезные предпосылки для эпидемии. Впрочем, в этот раз в регионе будут циркулировать сразу три штамма – грипп свиной, птичий, грипп категории B. В ведомстве призывают кировчан уже сейчас начинать прививаться, а в городе, в нескольких районах продолжают работать мобильные прививочные пункты. Жители Кирова жалуются на огромные очереди в отделениях энергосбыта, объясняя происходящее какими-то сбоями в оплате коммуналки. А в кадетской школе выявлены нарушения больше, чем на 2 миллиона рублей. Подробнее об этом и не только в рубрике «Короткой строкой». Далее в нашем эфире. Жители Кирова жалуются на огромные очереди в отделении энергосбыта. Люди утверждают, чтобы добраться до окна оператора, приходится стоять по три часа. В помещении постоянно скапливается до 250 человек. А главной причиной очередей участники называют сбои в работе энергосбыта и массовые недоразумения с оплатой коммуналки. Но работники отделения на Дериндяево обвиняют во всем самих же людей. Якобы многие вопросы можно решить удаленно, но кировчане предпочитают тратить время на живые очереди. Городская контрольно-счетная палата выявила серьезные нарушения в расходовании бюджетных средств руководством кадетской школы города Кирова. Об этом пишет один из интернет-порталов. Говорится, что педагогам недоплачивалось 15-20% положенной зарплаты. При том, что большинство работает на две ставки. А вот определенным работникам выплачивались напротив надбавки за вредность или стимулирующие выплаты. За два учебных года сумма неправомерных выплат составила больше 2 миллионов рублей. Заявки жителей Кирова на участие в федеральной программе по формированию комфортной городской среды будут оцениваться по новым критериям. Одним из них станет трудовое участие жителей. Простым языком, те дворы, которые устраивают субботники, получат больше шансов на попадание в федеральную программу. Больше шансов также будут иметь дворы, через которые проходят дороги до детских садов, школ и больниц. Кроме того, проектную документацию отныне будут разрабатывать не жители, а муниципалитет. Чтобы преобразиться к 650-летию, Кирову нужно 120 миллиардов рублей. Такую сумму озвучил губернатор Кировской области. Игорь Васильев пояснил, что на эти деньги в городе можно было бы сделать ливневую канализацию, отремонтировать фасады домов, очистить и углубить реку Вятку, построить концертный зал, а также продолжить ремонтировать в том же темпе дороги, строить садики и школы. Чтобы получить финансирование на все эти проекты, власти планируют участвовать в максимальном количестве федеральных программ в ближайшие годы. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. В Вятских Полянах осудили группу бутлегеров, которые наварили 30 тысяч бутылок элитного алкоголя и никому об этом не сказали. Криминальная сводка в специальной рубрике. Когда мой ребенок в следующем году, как нам обещают, в августе месяце пойдет в садик, ей будет 3 и 7. О какой демографии мы можем разговаривать вообще? Очень эмоциональное выступление, потому что ждать просто-напросто устали. Родители детей, которым садики достаются далеко не в 3 года или за десяток километров от дома, встретились с первыми лицами города, чтобы обсудить, как решать проблему нехватки мест в детских садах. 10 российских городов покажут свои лучшие спектакли, а еще гости из Франции с уникальной постановкой «Без слов». Сегодня в Кирове стартовал международный фестиваль театров кукол «Вятка. Город детства». Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Два человека получили травмы в результате лобового столкновения на трассе Киров-Вятские поляны. Там столкнулись фургон и грузовик. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение. Во вторник в 7 вечера на 40-м километре дороги Киров-Малмыш-Вятские поляны. В Мурашинском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным полиции, 33-летний водитель «Фольцвагенотранспортер» выехал навстречку и вредился в грузовой «Хёнде». Оба водителя получили серьезные травмы и их госпитализировали. В Вятских полянах осудили группу бутлегеров, которые производили элитные спиртные напитки. Впрочем, из элитного там были только этикетки. Два года мужчины разливали мартини, виски, хеннесси и ромбокарди. На складе сотрудники ФСБ обнаружили более 30 тысяч бутылок алкоголя. В общем объеме более 30 тысяч бутылок, стоимостью более 6 миллионов рублей, при этом используя поддельные акцизные марки. Сделку с прокурором заключил один из фигурантов дела Виктор Антаков. Его в итоге суд приговорил к условному сроку в 2,5 года и штрафу 1 миллион рублей. Бутлегеры Чехов и Чувашев получили реальный срок лишения свободы. По два года в колонии общего режима и по штрафу в 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. На улице Дыповской сотрудники ППС задержали пьяных приятелей на Мазде. Пассажир Александр взял всю вину на себя, но при этом он просил не называть его пьяным водителем. Для этого есть более подходящее слово. Тем временем водитель Николай в патрульной машине погрузился в глубокий сон, но ради интервью мужчина проснулся. Николай, вы автомобилем управляли? Нет. А кто ехал? Сосед. Сосед, да? Степан, а почему вас задержали? Да потому что машина моя на мне оформлена. Не знаю. Как выяснилось, в апреле Николая оформляли за пьяное вождение и без прав. Тогда он получил административный арест. В июне мужчина права все-таки получил, но спустя три месяца его снова поймали в нетрезвом виде. Теперь ему уже грозит уголовное наказание. Очень эмоциональное выступление, потому что ждать устали. Родители детей, которым садики достаются в три года семь месяцев или за десяток километров от дома, встретились с первыми лицами города. Представители администрации попытались объяснить, что делается многое. И кроме строительства новых детских садов, вовсю ведут работу по возвращению помещений, которые сейчас используются в других целях, обратно к городу. Говорится, что только за счет них есть возможность организовать 900 дополнительных мест. Подробности в сюжете. Когда мой ребенок в следующем году, как нам обещают, в августе месяце пойдет в садик, ей будет 3 и 7. О какой демографии мы можем разговаривать вообще? Эмоции зашкаливают у Марина Сунцовой. Мать четырех детей признается с проблемами при устройстве в детские сады, сталкивается уже в четвертый раз. История, когда дети начинают ходить в дошкольные учреждения в три с лишним года или в десятки километров от дома, в Кирове много. Я проживаю на Солнечном берегу, мне предоставили сидоровку. Каким образом предложили мне по месту прописки, учли, я не понимаю. После обвинения в том, что городские власти для решения проблемы делают крайне недостаточно, слово взял Илья Шульгин. Он попытался объяснить, что чудес не бывает, и построить необходимое количество детских садов в короткие сроки просто невозможно. Если строится в этом году шесть новых садов, а один уже по президентской программе построен, то тогда скажите мне, если это не радикально, то что тогда радикально? Я понимаю, что вам хотелось бы, чтобы с неба упали 10 школ на наш город, вдруг так, неожиданно, и чтобы они вдруг сразу заработали с уже готовым, укомплектованным личным составом учителей. Но так в природе, к сожалению, не бывает. Кроме строительства новых дошкольных учреждений, которые должны будут появиться в микрорайонах Чистые пруды, Озерки, Урованцево, Метроград и в Нововятском районе, за ближайшие шесть лет в Кирове планируется построить еще 10 новых детсадов. Работа сегодня идет и над возвращением помещений, которые когда-то были детскими садами. Несколько объектов в центре Кирова и на Филейке, например, сейчас используются как частные детсады. Но нынешним руководством запущены и недокомплектованы. Мы вынуждены констатировать, что за помещениями, предоставленными в аренду детским садам, надлежащего ухода нет. Поэтому мы будем рассматривать вопрос о возможности возврата этих детских садов в казну города. В рамках программы «Возвращение детских садов» речь сейчас идет и об объекте на Гайдара 4, где работает частная школа, о помещениях на улице Сурмовской, где сейчас размещается медучреждение, также помещение на улице Клубной в Коминтерне, где сейчас работает подразделение МВД, и объекты на МОПРО 101 и 103. Все они позволят организовать в городе еще до 900 дополнительных мест. Десять российских городов покажут свои лучшие спектакли, а также гости из Франции с уникальной постановкой «Без слов». Сегодня в Кирове стартовал международный фестиваль театров кукол «Вятка. Город детства». В нашем городе большой театральный праздник проходит уже в четвертый раз. В этом году в его рамках будут показаны 12 спектаклей для зрителей всех возрастов. Российские и зарубежные актеры будут радовать зрителей на протяжении пяти дней, а затем специальные жюри выберут лучший спектакль фестиваля, чтобы разыграть призы. О том, что происходило на официальном открытии театрального праздника, расскажем в сюжете. Прямо сейчас участники фестиваля «Вятка. Город детства» идут от театральной площади к кукольному театру, к торжественному открытию фестиваля. Десятки актеров из разных городов страны, но это еще не все. Говорят, что в следующие дни будут приезжать еще больше актеров, и фестиваль должен получиться действительно масштабным. В прошлом году мы взяли гран-при, а сегодня мы намерены на то же самое. Настроены. Актеры кукольного театра из Кемерово приехали на фестиваль в Киров уже во второй раз, надеются на победу и в этом году. Конкуренцию им составят театры из Марселя, Санкт-Петербурга, Владимира, Тольятти и многих других городов. Однако почти все персонажи уверены, что главное – участие. Ведь радостно, что такие фестивали вообще проходят по сей день. В 20 веке они были более частыми. Сейчас они пореже, поэтому и ценность этих фестивалей возросла. И на каждый фестиваль любой театр, участник стремится попасть, чтобы как бы свою кухню пополнить и друзей найти. Отлично. Ну, конечно, на фестиваль всегда радостно приехать. Особенные гости Кировского театрального праздника – Марсельский театр. Актер Пауло признался в России впервые. Вместе с коллегами привез современную версию путешествий Гулливера. Это будет постановка «Без слов», названная фамилией автора произведения, коротко – Свифт. Пауло признался, в таких театральных праздниках всегда участвуют и во Франции. В Франции немного все по-другому, и там меньше подобных фестивалей. И больше и больше больших. А если они бывают, то они крупнее. И очень приятно оказаться на таком небольшом семейном фестивале. Небольшой семейный фестиваль в Кирове открылся постановкой владимирских актеров «Матрюнин двор». Кукольный спектакль, основанный на рассказе Солженицына, рассказывает о женщине, которая бескорыстно помогает окружающим на протяжении всей своей жизни. Сами актеры спектакля говорят, что такие постановки актуальны во все времена. Спектакль актуальный и нужный, потому что именно поднимает те проблемы, которые сейчас в нашем обществе присутствуют. Когда мы все-таки немножко отдаляемся друг от друга, все-таки деньги у нас главное-главное-главное. А простое, человеческое, быть где-то нужным, полезным, просто иногда помогать человеку. Международный фестиваль «Вятка. Город. Детство» будет проходить в нашем городе в течение пяти дней. За это время гости города покажут на сцене Кировского кукольного театра 12 спектаклей. По итогам фестиваля специальные жюри выберут лучшую постановку. За нее актеры получат призы. Церемония закрытия состоится в воскресенье 23 сентября. Артем Миронов, Никита Рябинков, информационный канал «Город». Такой была эта среда, 19 сентября. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 470706. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в городе. Продолжение следует...